Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Мы рассмотрим, как с помощью JavaScript подключить счетчик времени на ваш сайт. Например, это будет обратный отсчет времени. Давайте посмотрим, как легко и просто это сделать. Переключимся на рабочий стол. Давайте сначала создадим наш сайт. Правой кнопкой на экране «Создать папку». Напишем «Site2», «Enter» и создадим наш первый документ. Правой кнопкой «Создать текстовый документ page1.html». Если вы не видите расширения, нажимаем на закладку «Вид» и ставим галочку «Расширение имен файлов». Нажимаем на файлики правой кнопкой и выбираем пункт «Open with brackets». Brackets – это такой редактор HTML-страниц, который позволяет вам легко их редактировать. Нажимаем восклицательный знак и нажимаем табуляцию. И плагин «Emmet», очень классное расширение для редактора Brackets, достраивает нам минимально необходимую структуру HTML-документа. TagHTML, TagHead, TagBody, TagTitle. Title – это то, что вы видите на закладке браузера. Например, «Счетчик». Пишем «Счетчик времени». Теперь для того, чтобы нам подключить сюда «Счетчик времени», мы должны взять, например, чужой написанный код для этого. Ну, не будем же мы сейчас тратить наше время, чтобы создать этот счетчик с вами с нуля руками. Мы посмотрим, как это просто и легко подключить уже готовый. Открываем «Яндекс», пишем «Счетчик времени» и давайте на jQuery. Отлично. Смотрим. Таймер обратного отсчета на jQuery. Простой таймер обратного отсчета. Давайте посмотрим первую ссылку. А вот даже, смотрите, 15 невероятных jQuery таймеров с обратным отсчетом. Давайте ее откроем и посмотрим. Итак, открывается сайт. Смотрим. Первый. Countdown. Такой счетчик вот с таким дизайном. Такой счетчик с кругами. Такой счетчик. Вот такой интересный. Очень, видимо, с большим количеством настроек вот этот счетчик. Такой с цифрами. Вот такой. Винтажный вращающий. Так, вот такой можно. То есть, вариаций счетчиков целой кучи. Давайте возьмем FlipClock. Вот, переворачивающиеся такие часики. Нажмем сюда. Так. Ага, может быть опасен. Ну, хорошо. Тогда мы просто FlipClock. Видите, у него есть на GitHub можно форк снять. То есть, этот код выложен в открытом доступе. Давайте искать в Яндексе FlipClock. И зайдем на их сайт. Отлично. Вот такой счетчик мы можем с вами сейчас установить на сайте. Загружаем. Файлик. Вот он загрузился. Показать в папочке. Ctrl-X. Идем на рабочий стол. В сайт 2. Ctrl-V. Давайте посмотрим, что в этом файле. Итак, в нем есть примеры. Да. Есть Source. Это исходный код. CSS и JavaScript, которые мы должны подключить для того, чтобы у нас этот счетчик работал. И описание на GitHub. Отлично. Давайте пойдем на GitHub. И посмотрим, что это за счетчик. Его можно проинсталлировать. Да. В пакете. И сразу использовать. Документация находится на этом сайте. Смотрим. Так, базовый пример. Чтобы его подключить, мы должны подключить его стили, чтобы он красиво отображался в TagHead. Обратите внимание. Сделать класс. Див. Бочный элемент для нашего счетчика. И подключить всего два jQuery. Два JavaScript. Первый это jQuery утилиты. А второй это сам счетчик. Потом мы можем его инициализировать с помощью наших опций. Причем какие бывают опции. Какой будет отображаться вид счетчика. Какой язык. И есть некоторые события. Хорошо. Давайте мы сделаем с вами по-простому. Распакуем этот файлик в папочке. Итак, возвращаемся в сайт 2. Правой кнопкой 7zip распаковать здесь. Отлично. Теперь. Source. Flipkog. Вот эти два файлика. Ctrl-C делаем. И копируем в корень нашего сайта, где лежит page 1. То есть у нас теперь здесь папочка CSS есть. И папочка JavaScript. Отлично. Возвращаемся в документацию. И смотрим, что он подключается следующим образом. С помощью стилей. Link. В ашрефе указывается путь до этого файла. Хорошо. Идем в код. Перед закрывающим тегом head. После title нажимаем Enter. Пишем link. Табуляция. И у нас Emmet сразу подстраивает, достраивает тег link для файла стилей. Теперь мы пишем CSS слэш и выбираем наш файлик. Вот этот. Flipkog.css Путь у нас идет не абсолютный, а относительный. Относительный от нашей директории. Поэтому здесь свэша нету в начале. Иначе бы он перебросил в корень нашего сайта. А корень нашего диска на локальном диске C, это корень диска C. Нам свэш здесь не нужен. Итак, стили мы подключили. Дальше. Он предлагает здесь подключить библиотеки. То есть из JavaScript, Lips, jQuery, JS. Давайте проверим, что это к путь существует. JS, Lips. Смотрим. Нашу папку с сайтом 2. JS, Lips. Вот JS, Lips. Где jQuery? Я jQuery здесь не вижу. Вендор. Base какой-то. Ланг. Языки. Faces. Как должно выглядеть. А где же наш jQuery? jQuery отсутствует. Вот так вот. То есть jQuery мы должны подключить с интернета. Копируем. Пишем jQuery. Enter. Даже CDN сразу, да? Как вы помните из предыдущего урока. Это для того, чтобы этот файлик лежал на разных серверах в интернете. И он скачивался пользователем за ближайшего. Открываем сайт кода .jQuery.com. Minified. Вот этот вот мы будем использовать. Правой кнопкой копировать адрес ссылки. Ссылка подсвечивается в левом нижнем углу. Когда я навожу мышкой. Видите? Вот это ссылка на наш javascript файл. Итак. Еще раз смотрим. Что мы должны подключить скрипт. Source. Указать на jQuery. Причем jQuery должен запускаться до того, как мы подключим скрипт от этих часов. Идем назад. В tag body. Вставляем... Нет. Сначала мы должны же подключить скрипт. Напишем скрипт. Табуляция. Указываем source равное... В кавычках вставляем первый скрипт. Сохраняем. Идем в документацию. Проверяем скрипт. Source. Ну, закрывающий текст скрипт. Да? Можно использовать. Давайте так же сделаем. Он так у нас и есть. Отлично. Теперь мы можем подключить скрипт с нашими часами. Табуляция. Пробел source. Равняется в кавычках. Идем по пути JS. JSLips. Здесь нету этого скрипта. FlipClock.minJS. Значит, идем назад. Вышим. JS. Vendor. Тоже не то. Что такое? Где наши скрипты? Давайте вернемся назад. Мы, наверное, не все скопировали из этого сайта. Вот они, они. Скрипты. Скомпилированные. То есть, нам надо было вот это скопировать туда. Давайте это выделим. Ctrl-C. Вернемся в сайт 2. Ctrl-V. Вставим. И... Тогда нам вот эти две папки не нужны. Вернемся в код. Уберем название этих папок в ссылках. Да. Source равняется... Как называется у нас? FlipCock.minJS. Ctrl-V. Ctrl-C. Вот так вот. Подключили два скрипта. Но, смотрите, для того, чтобы у нас отобразился счетчик, нам необходимо вывести div. Контейнер, куда он будет отрисовываться. Копируем контейнер. И вставляем его, например, сюда. Отлично. Сейчас, если мы запустим, то, возможно, ничего не будет на экране, так как мы не определили стартовые параметры для нашего счетчика. Но давайте все равно проверим на ошибки. Идем в сайт 2. И запускаем наш сайт Page 1. Отлично. Правой кнопкой исследовать элемент. Смотрим консоль. Есть ли какие ошибки? Нет. Хорошо. В TechBuddy у нас с вами только часы. Теперь мы должны определить стартовый параметр для этих часов. Для этого откроем любой пример. В этом Flipkwokev Examples. И счетчик Countdown from New Years. Давайте правой кнопкой едет в Notepad++, либо OpenWare Brackets. Итак, смотрим. jQuery подключается через CDN в самом начале. Идет на папку часов. Скрипт подключается в теги head. Помните, да, как я вам рассказывал, что те скрипты, которые подключаются в теги head, выполняются сначала до того, как отобразить содержимое тега body. Поэтому мы эти скрипты перенесли с вами вниз перед закрывающим тегом body. И вот этот кусочек, вот он, определяет нам с вами стартовые параметры этих часов. Отсюда мы к классу обращаемся с помощью точки вот сюда. Если бы здесь была решетка, то здесь должна тогда было вместо класса быть написано ID. И запускаем FlipCock для времени div с отображением лица DailyCounter, счетчик дней. Давайте мы это скопируем. Вот этот кусочек, недостающий нам. Правой кнопкой копировать. Вернемся в наш код. Вот он у нас, page1. И вставим перед этим div. Можно под ним встать. Так. Сохраним. Вернемся в Яндекс. На нашу закладочку. И нажмем с вами F5. Смотрим исследовать элемент, чего нам не хватило. Так. Тоже, да? Ага, вот оно. Error is not defined. Точно. Смотрите. Распространенная ошибка. Мы определили jQuery. И пытаемся использовать функцию jQuery. Обращение по доллару к элементам документа. До того, как загрузился jQuery. То есть вот этот кусок скрипта вырезаем. Ctrl X. И вставляем с вами после всех скриптов. Вот сюда. Теперь сохраняем. Идем в Яндекс. Нажимаем F5. На консоли нет ошибок. А счетчика нет. Обратите внимание, что мы обращаемся с вами по классу Клок. А здесь ЙОКЛОК. То есть вот тут надо стереть лишнее, сохранить, вернуться на счетчик времени, нажать F5. И запустился у нас с вами счетчик. Мы обращаемся вот здесь вот к классу Клок. А здесь у нас был класс ЙОКЛОК. Поэтому счетчик не отображался. Итак. Давайте мы с вами выведем значение на экран. Вот так напишем консоли. Точка ООКЛОК. И вывести нам на экран только PastDate. Сохраним. F5. И в консоли у нас есть с вами январь 2019 года. А должен был вывести январь 1, но 2020 года. То есть для того, чтобы у нас тут плюс 1 нажмем. Давайте проверим. F5. Вот январь 2020 года. Он должен из PastDate отнять вот это. Так, делаем. Давайте сохраним наш файл. Вернемся в браузер и нажмем F5. Итак, у нас показалось, сколько у нас осталось дней до Нового года. Но обратите внимание, что счетчик увеличивается. Для того, чтобы он уменьшался, нам необходимо в параметрах к счетчику установить обратный отсчет. В поиске давайте напишем CountDown. То есть счетчик вниз. Пролистаем ниже. И вот обратите внимание, тут написано. Если этот параметр установлен в True, то тогда часы будут отсчитывать вниз. Вместо того, чтобы считать вверх. По умолчанию значение определено False. То есть он будет увеличивать счетчик. Давайте добавим этот параметр к нам в код. Ставим запятую вот здесь. И добавляем CountDown. Даже он подсветил. Редактор bracket. Двоеточие. Пробел True. Сохраняем. Итак, в этих параметрах часов для вот этого класса, вот элемент Div с этим классом, мы определили то, что у нас счетчик выглядит как Daily Counter, и у него отсчет времени идет вниз. CountDown True. Сохраняем. Возвращаемся в браузер. Нажимаем F5. Смотрим. Секунды теперь у нас уменьшаются. То есть сейчас мы с вами получили счетчик времени для сайта с отсчетом в обратную сторону. То есть когда у вас остается какое-то время до вашего события. Например, до Нового года. Сразу хочу сказать, что можно было пойти более простым путем. Сейчас я вам покажу как. Но мы выбрали такой путь, чтобы показать вам, как можно корректировать в процессе настройки тот код, который вы подключаете. То есть да, мы можем вернуться в проводник, зайти в Flipkog Master, в примеры, и посмотреть все те примеры, которые здесь есть. Например, здесь есть, смотрите, Countdown to New Years. То есть счетчик обратного времени до Нового года. Давайте запустим. Вот, пожалуйста, счетчик времени до Нового года уже сразу у вас в примере. Правой кнопкой посмотреть код страницы. И мы видим, что они подключили скрипты вверху перед загрузкой бадли. Вывели div на экран с классом clock. И к этому div с классом вот здесь обозначили параметры. Сейчас покажу поподробнее. Так, секунду. Обозначили параметры. То, что clock face daily counter и countdown true. То, что мы сейчас с вами сделали. То есть, также прибавили плюс единичку к году. И вычли это время в обратную сторону. Пожалуйста. То есть, пример уже есть. Также, если мы вернемся в примеры, здесь есть счетчик дней, например. То есть, когда у вас будет идти с нуля какой-то старт времени. Причем вы можете... Давайте посмотрим код страницы. Ну, здесь так не сделано. Но можно установить дату, с какой будет считаться время. Закроем лишнее. Вернемся сюда. Давайте посмотрим. Вот счетчик для минут. Ну, то есть, когда просто счетчик для какого-то события. Ну, в данном случае он увеличивается. А можно сделать countdown, двоеточие true. И он будет отсчитывать в другую сторону. До вашего события, до вашей акции. Или до какого-нибудь еще дня. То есть, примеров здесь множество. Все это можно посмотреть, протестировать и увидеть. Вот даже Новый год без секунд. Наш с секундами большой, а это поменьше и без секунд. То есть, вариаций множество. Хорошо. Давайте посмотрим, как у нас он масштабируется. Сделаем вот так вот. Так. Смотрим. Вот так выводится. Нажмем F5. Не перебрасывается вниз. Почему? Давайте посмотрим, почему. А, все. Вот так вот оставим. Можем приблизить его. То есть, в принципе, он масштабируется. Можете поменять стиль элементов. И они автоматически будут у вас масштабироваться. Но так не красиво. Красиво, когда в одну строку. Как сейчас у нас и сделано. Так. Если вы захотите счетчик времени. То пользуйтесь вот этим скриптом. И у вас на сайте будет красиво выглядеть обратный отчет времени до вашего события. До дня рождения. До Нового года. Или до какого-нибудь праздника. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Задавайте вопросы. Присоединяйтесь к нашему сообществу программистов. Тем, кому нравится программировать. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Продолжение следует.